Зенит Санкт-Петербург Это братья Копленко Смотрите в очередной рубрике Динамо ТВ на коротке Брат 2 Поехали! Мир тесен, так вот получилось, что оказались рядом в Турции, так далеко от дома Кирилл, скажи, когда ты узнал, что вы будете жить рядом с братом? Какие у тебя были впечатления, эмоции первые? Блин, ну я, если честно, вообще радовался очень Мы в Минске, конечно, виделись Но все равно мне этого времени было не очень достаточно И поэтому я тут в Турции встретились Никита, ну а ты когда узнал, что будете жить рядом с Питерским Зенитом? Ну как? Ты же бы ехал в автобусе Я думал, что мы в Титанике как бы жить будем И когда проезжали Каллисту на подъезде тут И когда начали все кричать, что Зенит Зенит То есть ты не знал, что мы будем жить здесь, Суэна? Да, что мы рядом так Предположим, что в отеле так близко То есть для тебя это стало сюрпризом? Ну да, я сразу приехал Сразу написал, что мы живем рядом Что ходить будет с гостиком Не я, не волонтый Ну ты сам был Ты до Саши на ее кричал На весь автобус, да? На весь автобус, что нас кидал В виде костюмы парады, бутсы, да Ну наверное, мама расстроилась То, что ты ей не сказал, что будешь жить рядом с братом Я думаю, так бы она передачку передала бы, сумку собрала бы Да она и так собрала, я думаю Ему хватает, я думаю Хорошо, вот расскажи, насколько я знаю Ваша семья это целая футбольная династия такая, правильно? Да Расскажи про вашего отца Ну, отец вложил все, что мог Ну и сейчас вкладывает все, что может Я помню все эти игры, когда он играл И брал нас на тренировки, на игры Не знаю, ты, наверное, не помнишь? Нет, точнее Я помню, правда, он уже тогда завершал карьеру, но сказал, что посвятил себя нам А на какой позиции сыграл папа? На какой-нибудь, конечно Спросил Да нет, защитник Там левый, да, по-моему? Левый защитник, либо левый центральный, совершенно Слушай, вот ты можешь вспомнить, когда ты впервые познакомился с футбольным мячом? Ну так, примерно, на вскидку Год-два Год-два, да? Хорошо, а когда уже так начал более профессионально заниматься? Наверное, когда уже Кирилл появился, правильно? Как раз ты, когда Кирилл, когда в четыре года, я помню, что с четырех лет Сам ходил помолодеть, нашлялся с мячом Не могли домой загнать, у нас маленький город Все знали, ну и как бы и отца знали И так получалось, что то в парке, тогда еще это было популярно Что во двор выходишь столько с мячом, все с мячом Поэтому вот четырех лет Кирилл скажи, ну вот когда к тебе пришло осознание того, что у тебя футбольная семья У тебя брат начинает с футбол учить, у тебя папа футболист? Ну, блин, тут все было предрешено Если я не футболист, то я вообще сразу помню Ну да, тут тяжело Не согласись вообще Помнишь, по вечерам мяч этот набивали? Да, да, да Пока не набьем сто, не ляжем спать Часто вот приставал к брату, к папе, что поиграйте со мной, я хочу поиграть, научите меня Ну, в начале мы вообще с ним всегда каждый день ходили во двор, каждый день играли Сколько тебе было тогда, сколько у тебя, Никита? Сколько мне? Ну, было лет... Ну, лет восемь А тебе сколько? Ну, двенадцать Ну да, и вот мы всегда ходили во двор, но потом я только один ходил во двор Ну, это уже потом Ну да Это уже было в Минске, молодец, потому что он еще был совсем маленький и не успел застать в то время А вот в Минске уже и машины били, потому что было рядом с машиной Было такое, да? Было, и машины били, и сигнализации работали, и убегали, было такое По бразильской системе, как и Ралаш, не тренировались на фоне витрин магазинов Да, и там тоже было Никита, как ты попал в Минское Динамо? Сколько тебе тогда было? Ну, смотри, я начинал вообще в Минске, по-моему, папу когда привел Мы с Молодичной переехали, спустя недели-две, наверное, он меня отвел Тогда ФК-смена была Вот И к тренеру Струку А в Динамо я попал в 2005 году, когда был кубок Кубок развития, или кубок друзей, или что-то такое Там совсем маленькие Или кубок дружбы даже Ну, что-то такое И вот в 2005 году, я помню, мы с Минским Динамо играли Выиграли их тогда Я, по-моему, два забил И сразу после этого был тренер «Разорёнок» И он с папой играл в Молодичной поле И сказал, что переходите в Динамо И отец, не думая Сразу 2005 год Получается, Кирилл, ты еще был, в принципе, совсем маленький Я думаю, еще особо не понимал, что Никита попал в большой клуб Нет, я думаю, нет Но тем не менее Сам не понимал, ты сама попал в большой клуб Сколько лет прошло, прежде чем ты понял, что Никита играет в большом клубе, пускай и в юношеском составе? Ну, мне кажется, я уже Понял где-то, ну, вот, девять лет Я понял, что Динамо Минск Это вообще топ Начал стремиться к нему А как это твоя складывалась футбольная карьера? Ну, я пришел в шесть лет тоже в Факаминск Там побыл, ну, два года И потом Перешел в Динамо Минск К Станиславу Станиславовичу Барамовну И там Когда вот твой брат попал в Минское Динамо Что было в семье? Праздник, наверное Все-таки два брата сошлись в одном клубе В лучшем клубе нашей страны Не знаю, нет, к этому как-то спокойно отнеслись Я думаю, когда он попал в Краснодар Был какой-то праздник А так как бы это Ну, для нас Для амбициозных Я не знаю И семья вот амбициозная Они как-то сразу Поставили задачи Что Должны играть В большом клубе В большом клубе, да Ну, тем не менее Для тебя, как для старшего брата Наверное, было приятно Конечно, да, конечно Приятно И Станислава Станислава еще я знаю Потому что там и Корзун И Рассадкин И Горбайчик Ну, все то есть И мы все время пересекались Потому что Тренировка то у нас была Раньше А у них со следом То и у них Раньше Ну, у нас раньше А у них Вот так И все время пересекались И, конечно, приятно Когда старший И знает, что это мой брат И к нему Его задирали И он задирал То есть Было такое, да? Ну, я пользовался его авторитетом Авторитетом, да? Да Перед корзиной, особенно Да, да, да В 2014 году твой брат стал чемпионом Беларуси Среди дублеров Был сильно рад за своего брата? Конечно, очень Там я помню еще Носил тоже его майку Когда я Ну, чемпионского вот этого Конечно, радился Вот так вот получилось то, что В том же 14 году ты из Динамо ушел Да Так получилось Так получилось, да Вот вспоминая твою карьеру в Минском Динамо Ты тренировался вместе с Владимиром Олеговичем Дятловым В этом году его Вернее, в прошлом году его признали Лучшим детским тренером Беларуси Что можешь сказать про Владимиру Олеговичу? Можешь ему привет передать? Привет, Владимир Олегович Ну, что я могу сказать про него? Ну, это вообще хороший тренер Он Мне всегда нравился Ставил Ставил Игру через пас Мне это Всегда Больше всех нравилось Ну, хороший тренер Молодец Я знал, что он что-то достигнет Думали так сказать Дальше твоя карьера развивалась довольно-таки стремительно Был, конечно, небольшой период ЛБТ Потом ты пошел в Краснодар Теперь ты играешь где? В Зените Никита, вот как вот вы следили за его развитием карьеры в вашей семье? Да Вот Как следил тут Пофоткам В инстаграме Да Ну, не только в инстаграме Он уже и так высылал Не все же он выставляет Ну, потому как Академия Он все время находился в ней И То есть выехать Я к нему ни разу так и не приехал В то время, в которое он был в Краснодаре Только Мама Папа даже Один раз летал И то Наверное Ну сколько? На два-три дня На три дня Вот На три дня Так в основном мама туда летала То есть ты в Краснодаре так ни разу не побывал? Нет, я как бы побывал Когда с Динамо на турнире мы там играли Вот Занял второе место И как раз таки в Краснодару проиграли Ну В эту базу Как бы так Заочно Не знаю Кирилл Тебе вот тяжело было Весь семье? Ой Вообще очень В первые дни Я даже первую ночь Плакал Естественно Мне вообще было тяжело Но потом уже так Более-менее привык Конечно Первая ночь когда ты был в Краснодаре Правильно? Но тем не менее Ты перешел в одну из лучших школ Наверное всего СНГ Я это понимаю Осознание это все равно никак Ну Нет, я конечно это понимал То что да Лучшая академия России Но Я все таки привык там к семье К родителям И поэтому было так все равно Никита, когда Кирилл перешел в питерский клуб Как в команде вас переняли? Ну не потому что я знаю что он сразу перейдет Ну Тем не менее Когда уже объявили о трансфере Не, ну конечно все Все радовались Все поздравляли Сразу И говорили Это майки какие-то в экипировку Ну потому что все таки Зенит это же Топ Даже не то что Россия Это входит в топ Всего мира я считаю И попасть туда в таком возрасте Я знал Ну Про переход этот Знал как там все велось И поэтому конечно приятно было что все получилось И что Он сейчас игрок Можно сказать основного состава А у тебя вообще когда-нибудь были возможности Уехать в какой-нибудь другой клуб? Ну Конечно Вот Поэтому он и уехал в Краснодар Я даже не знаю сколько 12-13 лет У меня уже такая же ситуация была только с локомотивом И тогда родители побоялись отдавать Дождь из Динамо На турнире каком-то в Ростове по-моему Мы играли с локомотивом И вот И тогда пришло приглашение Уехать в академию локомотива Но видимо родители побоялись Они сказали нет А когда поступило в Малому То он Родители сказали На ошибку хочется и отдали его Два опорника Когда-нибудь играли вместе в одной команде Ну кроме каких-нибудь турниров Таких дружеских пуль Никогда такого не пересекали Не пересекали Только на пуле А друг против друга Тоже только на пуле Только на пуле Только на пуле Каково играть брат против брата Каково Как ты мяч получаешь Когда он Когда он Когда он за меня То мы проиграем Когда он против меня То мы уже побеждаем Нет Когда он мяч получает У меня больше стимула Забрать им Этот вопрос наверное Стоило бы задать Вашей маме Но поскольку ее сейчас с нами нету Я задам его вам Как тяжело Вашей маме Быть матерью Футбольной семьи Все время Получает Она Когда Кто-то вновь играет И папа уходит в разнос Получает Все время Мама Папа часто уходит в разнос? Ну после Балахих игр Раньше Очень часто То забирал ноутбук То что-то лишал Он В этом плане Не очень строго Даже Маме Тяжело Было Было Очень тяжело Мама старалась как-то вас поддерживать Как-то мягче к вам относиться Да? Нет Мама все время была за нас Это когда папа А мама вот наоборот Так получается Что Если учеба раньше была За учебу мама все время ругала А папа в стороне Да То так с футболом Папа все время А мама в стороне Да Ну вот сейчас Вы часто общаетесь Ты в Питере Ты в Минске Конечно Каждый день Советуемся По футбольным каким-то вопросам Ну конечно Ну да Как часто Скажи Никита Какие у тебя Розвища в команде нашей Расскажи Это наверное не у меня У меня их Если перечислять Ты их знаешь Хотя бы основные пару штук Назови У меня их штук 50 наверное Ну понятно Что у одного только Сашина И около 48 вариантов Как тебя назвать Да Ну вот основные Как тебя в команде называют Ну кроме каплей наверное Не каплей кстати не называют Это меня каплей Каплен Джаба Шея Джей Гусь Гусь Фриш Не знаю Как только не называют Кирилл Теперь вопрос к тебе Не меня вот капля Капа Ше все больше не называют Все больше не называют Да у вас там вообще фантазии ноль что ли Джаба тоже не называют Нет Джаба я не знаю чего Саша придумал Джаба конкава какой-то Грит похожа Ну я не знаю Я думаю вам надо Сашу наёк отправить На просмотр на две недели Чтобы он вам там навел Саша уже всем там клички дал Роберто Манчини еще не спрашивал про твоего старшего брата Нет Ну надо как-то продвигать интересы И потихоньку его переманивать команды Я всем про него говорю Всем Всем игрокам Стараюсь тренерскому штабу Так чуть Кирилл Ну так вот если Итожить наш разговор Что ты можешь сказать Что тебе дала Минская Динамо Твой первый наверное такой профессиональный футбольный клуб Не будем брать детский период в Минске Могу сказать что очень много дала Потому что ну Динамо Минск это Ну я так думаю Я так считаю всегда Потому что Динамо Минск это самый средний клуб Беларуси И в то время ну Играть за Динамо Минска это было вообще Просто Уровень И Я думаю что К Краснодару я подошел именно за Динамо Минска Потому что Динамо Минск мне дал такую школу Что Я уже к Краснодару подошел Более менее нормально Ну и будем надеяться то что футбольный мир сложится так То что ваша судьба еще пересечется в каком-нибудь одном клубе Я думаю вам было бы очень приятно Поиграть вместе на футбольном поле Конечно Надеюсь Зенитель Ну или Или там где-нибудь еще повыше Или там где-нибудь в Баруси Двор Ну нет Не Не В смысле Не Да Мариал уже Ну или Барси так чисто Пошли фифу забил Ну пипи встретимся Субтитры сделал DimaTorzok